Лучший способ сохранить суверенитет, уметь держать удар. Пожалуй, всё, что нужно знать о проверке боеготовности вооружённых сил Беларуси. Готовы ко всему и на всё, если речь зайдёт о защите страны. Да, все сценарии не обыграешь, но стремиться к этому армия обязана. Итак, замечены диверсионно-разведывательные группы противника. Мелкими группами перемещаются вдоль дорог. Реакция молниеносная. В ход идут танки. Экипажи бьют не только по видимым целям. Поразить нужно и тех, что находятся в укрепах. Танки готовятся к стрельбе с огневых позиций. Это уникальный способ ведения огня. По сути, танки используют в качестве малой артиллерии. Снаряд отправляется по навесной траектории по обнаруженным позициям противника. Стрельбу можно вести на расстояние до 4000 метров. Разведка ликвидирует тех, что в авангарде. Нужна помощь. Без их поддержки рассчитывать на успех не приходится. В бой вступает артиллерия. Щедрые залпы и огневую позицию тут же меняют. Важно самим не подставиться под удар. Назначен разведывательный дозор. Штатные экипажи. В число которых входили призванные военнослужащие, которые прошли боевое слаживание, как одиночную подготовку, так и в составе экипажа. Противник отходит. Командир бригады дает команду на уничтожение основных сил противника. После зачистки артиллерии в небе появляются истребители. Попадания наносят серьезный урон и живой силе, и технике. На смену приходит пара боевых вертолетов. Не стать их мишенью сложно даже в лесу. Несколько заходов ставят финальную точку в схватке. Мишени были абсолютно разные, так как до одного километра, такие как группа пехоты, после одного километра, после двух, тяжелая техника противника. Закрыто к огневой позиции еще дальше. Все цели поражались успешно, быстро, уверенно. Военнослужащие, призванные из запаса, показали отличный результат. Руки, безусловно, помнят. Но ведь и поучиться есть чумо. Среди навыков теперь и современные способы ведения боевых действий. Многое подчеркнули, наблюдая за ходом конфликта на Украине. Туда ведь запустили руки те, кто подпирает и наши границы. Мы вынуждены реагировать на недружественные шаги находящихся наших соседей, которые проводят также интенсивные мероприятия в боевой подготовке. Сейчас начинают проводиться учения защитники Европы, но и в преддверии учения анаконда, который будет проходиться на территории Польши, мы демонстрируем, что наши войска готовы при необходимости отразить любую агрессию, которая направлена против нашей страны. 6 тысяч человек именно столько принимают участие в проверке боеготовности. Среди них и мобилизационный ресурс. С хранения сняты техника и вооружения, огневая тактическая специальная подготовка тренировки, отработаны вопросы призыва. А как по-другому? От натовского камуфляжа у наших границ откровенно рябит в глаза. Контингент наступательный, а если учесть их агрессивную риторику, защитники Европы, как они себя называют, по сути наибольшую угрозу миру и спокойствию в регионе и представляют. Чем эта бравада может закончиться, в вооруженных силах прекрасно понимают, в том числе призванные из запаса. Обычные граждане самых разных профессий, ставшие в строй. И каждый понимает, для чего он сюда пришел. Возобновить, если кто-то позабыл свои навыки, если даже по времени срочной службы у кого-то что-то там не получалось или что-то не довелось, у них есть время сейчас это сделать, узнать что-то новое. Проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси проводится с начала месяца по поручению президента. Для обеспечения национальной безопасности важно поддерживать готовность всех силовых структур. Сегодня мы эти структуры все содержим в штатах мирного времени. Мы не можем позволить, наверное, неправильно развернуть всю, скажем так, военную составляющую для штатов военного времени. Это и военные, и милиции, и комитет безопасности, и пограничники, и территориальная оборона, и народное ополчение. В целом у нас будет полтора миллиона человек, которые в руках с оружием будут защищать в случае необходимости. Чтобы быть уверенным, что эта система сработает, и проводится проверка боеготовности. Начиная от взаимодействия командиров и личного состава, заканчивая качественно-количественными показателями, все это будет подвергнуто детальному анализу. Совершенству нет предела. Андрей Александров, Сергей Васюкевич, Контуры. Продолжение следует...